Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-самари на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудиоформате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Шесть главных решений в твоей жизни. Гид для подростков, живущих в цифровую эпоху. Автор Шон Кови. Кто лучше всех знает, что такое переходный возраст и какие вызовы он таит? Конечно, сами подростки. Именно так решил Шон Кови, автор книги «Шесть главных решений в твоей жизни» и опросил сотни тинейджеров по всему миру, чтобы понять, с чем действительно молодым людям приходится иметь дело. Он задавал всем один и тот же вопрос. «Что дается тебе сложнее всего?» Тщательно изучив ответы, Шон заметил, что среди тысяч самых разных проблем шесть вызовов встречаются чаще всего. Приглядевшись, он обнаружил, что в основе каждого вызова лежит сложный выбор. От того, какой путь избирал человек в каждой из шести сфер, зависела буквально вся его жизнь. И все эти решения приходятся на подростковые годы. Хорошая новость. Где ты окажешься через десять лет, зависит только от тебя. Ты обладаешь свободой, волей и выбора в отношении того, что делать с собственной жизнью. По большому счету, ни родители, ни школа, ни твое окружение не могут навязать тебе, как жить. Учиться или забить, курить или поберечь легкие, контролировать свою сексуальную жизнь или пустить все на самотек. Плохая новость. У любого выбора есть последствия, и их ты уже не выбираешь. Они поставляются в комплекте с принятым решением. Взявшись за один конец палки, ты автоматически берешь и второй. Никаких исключений. Скажем, если ты плохо учился в школе и решил не поступать в университет, тебе будет сложно устроиться на хорошую работу. Это естественное последствие сделанного выбора. И снова хорошая новость. Даже если ты напортачил с выбором, ты всегда можешь его изменить. Да, тебе придется сложнее, чем другим, и надо будет преодолеть учиненные самому себе препятствия. Но в жизни нет ничего невозможного. Ты всегда можешь повернуть руль в другую сторону и выправить курс. В этой книге ты не найдешь поучения о том, что правильно, а что нет. Каким будет твой выбор решать тебе. Но пусть он будет сделан во всеоружии. В конечном счете ты не просто закладываешь будущий уровень дохода и профессионального успеха, но определяешь, чем будут наполнены многие предстоящие тебе дни, горьким разочарованием или искрящимся счастьем. Решение номер один. Школа. Как ты поступишь со своим образованием? Начнем с простого. Все, что учителя говорят про школу, правда. То, как ты учишься в школе, действительно определяет жизнь на 50 лет вперед. Почему? От качества учебы в школе зависит то, в какой университет или институт ты поступишь, и поступишь ли ты туда вообще. От наличия диплома о высшем образовании зависит количество и качество распахнутых перед тобой дверей, когда ты приступишь к поиску работы или стартового капитала на первый бизнес. От всего этого зависит достаток, качество жизни, свобода передвижения, ежедневный график, даже количество детей, которых вы с партнером сможете обеспечить. Бросать нельзя продолжать. Где поставить запятую? На первый взгляд может показаться, что бросить учебу — заманчивая перспектива. Наконец можно устроиться на полноценную работу, съехать от родителей, зажить своей жизнью. Да и разве человеку много надо? Соседа по квартире и здорового аппетита к фастфуду более чем достаточно. Но приглядись. Через несколько лет ты устанешь от плохой еды и громкого соседа, друзья начнут устраиваться на хорошую работу и заводить семьи, а тебе останется только завидовать их успехам. Дорогим машинам, захватывающим путешествием, хорошим домам, профессиональному признанию, удовлетворенности собой и жизнью. Безусловно, главная цель получения образования — не получить престижную работу как таковую, а научиться критически мыслить, расширить кругозор, осознать свои слабые и сильные стороны, научиться находить нестандартные решения сложных проблем. Именно эти навыки позволяют нам развиваться в профессиональном плане, подпитывая внутреннее чувство самореализации и удовлетворения. Заработок и профессиональный престиж не имеют ничего общего с ценностью человека и его достоинством. Однако хорошее образование дает тебе выбор. Если работа с небольшим заработком — твое осознанное желание, прекрасно, так тому и быть. Но многие люди застревают на низкооплачиваемых должностях не потому, что они сознательно выбрали такой стиль жизни, а потому, что просто не могут продвинуться дальше. От образования зависит количество и качество будущих опций. Вот и все. Но это и не мало. Как справиться с трудностями и подтянуть успеваемость? Теперь, когда мы уяснили, почему образование так важно, давай признаем, школа — не райский сад. Учиться сложно, и нам приходится сталкиваться с самыми разными проблемами. Главные из которых звучат так. Стресс и усталость, нехватка времени, отсутствие мотивации, проблемы с успеваемостью. Давай попробуем разобраться, как с ними справиться. Стресс и усталость. Важно сразу оговориться, что с окончанием школы стресс никуда не денется. Его источник обязательно найдется в чем-то другом. В бытовых делах, работе, детях, пожилых родственниках и так далее. Так что пытаться полностью изжить стрессы с своей жизни бессмысленно. А вот заботиться о себе и пополнять внутренний ресурс надо регулярно. Именно он дарит тебе внутреннее спокойствие и способность преодолевать трудности, или, как говорят HR-специалисты, стрессоустойчивость. У заботы о себе есть четыре составляющие. Тело. Хорошо питайся, нормально спи, выбери подходящую тебе физическую активность. Сердце. Поддерживай дружбу, выделяй время на важные для тебя отношения, включайся в жизнь близких людей. Ум. Постоянно учись новому. Читай, занимайся хобби, ищи новые интересные занятия. Душа. Помогай другим, размышляй о себе и жизни, веди дневник, читай вдохновляющую литературу. Нехватка времени. Уроки, дополнительные занятия, спортивные секции. А ведь еще и жить хочется. Как все успеть? Вот бы в сутках был 25-й час. Это же целых семь лишних часов в неделю. Давай посмотрим, удастся ли нам выкроить семь, а то и больше часов, не прибегая к магии. Для этого понадобится нейтрализовать четырех воришек времени. Гаджеты. Установи на телефон приложение по отслеживанию экранного времени и проживи одну неделю в привычном режиме, а потом проанализируй результаты. На что ты тратишь больше всего времени? Действительно ли это стоит твоего внимания, или ты можешь сократить пребывание в какой-нибудь соцсети на пару часов в день без существенного ущерба? Персональный грабитель. Может быть, твоя слабость не смартфон или Xbox, а походы по магазинам или долгие разговоры с подружкой по телефону? Представь себя детективом и отправляйся на поиски своего грабителя, а обнаружив его, смело сокращай время вдвое. Нечего ему пировать за твой счет. Неумение отказывать. Излишняя угодливость приводит к перегрузкам. Участвовать в разных клубах и в неклассных проектах здорово, но все хорошо в меру. Такие занятия обычно отнимают слишком много ценного времени, и в особенности это касается подработки. Многие стремятся начать работать во время учебы в школе или университете. Считается, что это учит людей ответственности. Однако есть и противоположная точка зрения. Лучший способ научиться брать на себя ответственность — записаться на самые сложные курсы там, где ты сейчас учишься, и выполнять все связанные с ними задания качественно и в срок. Прокрастинация. Известный способ подготовки к экзамену по методу «откладывал весь семестр, выучил за одну ночь» хорош тем, что это лучше, чем ничего, и на тройку, скорее всего, вытянет. А плох он тем, что ничего из втиснутого в голову за ночь не останется там в долгосрочной перспективе, хотя именно в этом состоит цель образования. К счастью, секрет продуктивности столь же просто гениален, как слоган «Найк». Просто сделай это. Заведи планер и записывай туда все свои дела. Так ты получишь наглядную картину происходящего, и ясно увидишь, что не успеешь в следующую пятницу подготовиться к экзамену по математике, потому что в понедельник предстоит зачет по географии.